Аллилуйя. Мы не спешим. Ты не спешишь домой. Нет, я на пятницу совершенно свободен. Вот, так мы тоже не спешим. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему. Господу нашему. Хвала. И сегодня мы уже побывали с отцом Василием, как говорится, да? Побывали у отца Константина. Аминь. У баптистов. Да, очень хорошее было собрание. Ну, правда, не до конца. Мы сюда приехали. Так что тело Христово на самом деле соединяется, на самом деле вместе молимся, да, и то ли еще будет. Я тоже ожидаю этого. И не только ожидаю. Тоже дружусь в этом направлении. Слава Богу. Так что это здорово, когда мы молимся. Когда трудимся вместе. Потому что, как вот написано было еще апостолом Павлом, помните, да? Первый Коринфянам 3.11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Одно основание, один фундамент. И он, как говорится, я очень люблю это говорить, вот он один за всех. Аминь. И все мы потому за одного, за единого нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Одно основание, один фундамент. И он глава. Он как бы купол этого храма огромного. Завершение этого храма. Глава. И он, весь этот храм, собственно, это он. Опять-таки, это он. Это его тело. Благодарю Бога, что это действительно не просто организация. Ну да, есть, конечно, организация там. Не только структуры, да, есть всякие структуры. Не только там какие-то там по-человечески, да, объяснимые вещи. Но есть по-человечески необъяснимые некоменшисти. Это сверхъестественное тело Иисуса Христа. Да, есть разные люди, разные служители, разные служения, но есть, по сути, одно служение. Иисус Господь. Иисус. Аминь. Все народы, и Марийский народ, и все народы, дружно хлопайте, радостно, воспевайте Богу. Все народы, дружно хлопайте, радостно, Господи, воскликнем, Аллилуйя, Аллилуйя, воскликнем, Аллилуйя, Аллилуйя, над землей всей, над Борисской землей, над всей землей, да, один Господь, Иисус Христос, в моей жизни, один Господь, скажи, в моей жизни, один Господь, Иисус Христос, Аллилуйя, Бог лишь один, во всей вселенной, Иисус Господь, для нас всех, в Его имени, для нас спасение, Иисус Господь, для нас всех, один за всех, и всем за Богом, за единого нашего Спасителя, Аминь, поэтому Его прославляем, потому что мы часть, кость от кости Его, плоти от Его, и кровь святая Его, в нашей жилы течет, мы тело Иисуса Христа, как на Руси раньше говорили, храм не из бревен, а из ребер, а еще храм Божий, обшит кожи, храм Божий, я, ты, он, она, вместе телом мы Христа, Церковь Господа Иисуса, и кровь Божественная, она в наших жилах течет, и она омывает нас, у нас, ходящих во свете, есть здоровое желание, иметь общение с другими, другими, ходящими во свете, как дела тьмы, дети тьмы, ну, подобное с подобным, знаете, или как-то имеет свойство, так вот, криминал с криминалом, как-то там, яшкается, значит, ну, дурак-дурак, как-то видит издалека, там, и, в общем-то, каждый со своим подобным, чем-то, вот, он как-то имеет тягу какую-то внутреннюю, вор, вору, как говорится, да, глаз не выклюнет, вор, ворон ворону, один слов, оно как-то есть такое, а святой еще освящается, и одно из, один из элементов освящения, это уходящих во свете, иметь желание, да, истребление, общение с другими, тоже уходящими во свете, любящие Господа, иметь желание, да, как, допустим, там, любящие что-то, ну, не знаю, имеют общение, тоже друг с другом, да, допустим, да, по интересам каким-то, клуб какой-то по интересам, да, значит, там, по общим таким устремлениям, ну, а у нас, в общем, у кого чего болит, то про то и говорить, вот у нас, да, от избытка сердца, уста говорят, у нас Иисус Христос, у нас, да, вот, один Иисус Христос, я помню, как моя, уже жена тогда, уже, да, 91-й год, мы, перед тем, как меня в священнике руку полагали, вот, летом, 91-го, жена моя возьми, да, и как-то и скажи, значит, тогда какую-то, ну, для меня тогда это казалось ересь, он сказал, она сказала, значит, вот, что, может быть, и баптисты, Сережа, может быть, и баптисты спасаются, ну, что-то такое она сказала, я говорю, да ты что, говоришь, помойся Богу, как-то, креста тебе, на тебе нет, то есть, ты что, это ж, я уже дьяконом служил тогда в соборе, вот, значит, это ж, я готовлюсь уже стать священником, будущая матушка, мать моей, как говорится, будущих детей, такую, ладно, там еще мы там на кухне об этом поговорили, а вдруг где-то там на приходе, думаю, жена скажет такое, да, греха не оберешься, потом не отгрежешься перед епархией, она скажет, баптисты спасаются, но она как бы так вот настаивала, она там, вот там была какая-то общая знакомая, у них, в семье, да, которая была баптисткой, старая баптистка, она уже умерла, уже давно вот уже, но она вот тогда еще, ну, там, восьмидесятый, да, она, какие разговоры были среди знакомых, она все как-то переводила к Иисусу Христу как-то, как-то так вот незаметно, незаметно, любой разговор, раз там, хоть о чем, переводила как-то к Иисусу Христу, и начинала о нем говорить, и люди вот там, а в основном все светские, обычно такие советские, неверующие, они бы все слушали, ну, такого по радио раньше, не услышишь как-то, по телевизору, мне показывали такое, интересное, как бы чудно, но она все рассказывала об Иисусе Христе, все смолкали, говорит, и она начинала петь, и передо мной пела так, и плакала прям бабушка, она пела так, как будто бы вот Иисус Христос прямо вот там вот, прям присутствовал, прям, как бы да, и вот та баптистка уже померла, уже давно, вот уже, но она мне говорит, жена моя, представь, ну неужели она пошла в ад, лишь потому, что она была всю жизнь баптисткой, я говорю, конечно, да ты что сомневаешься, что ли, если выгод, говорю, православные едва сход сами, что ли, на что они надеются вообще, на что они надеются, говорю, да ты что говорю, одним словом, я там политику партии, как говорится, да, донес, да, до супруги, вот, ну как бы, вроде как бы я считал, уговорил ее, уломал, ну знаете, как женщина, вроде как бы уломалась, а оказывается она не ломается, а представляете, спустя годы, она опять то же самое мне сказала, ну уже в 96-м, правда, но уже как бы моя реакция была другая, уже чуть-чуть, вообще интересно, ну мы разные, как бы да, да, вот, поэтому если я там, я думаю, что жена уже все, она, ну, ну, вообще не все еще, представляете, вот, и спустя, а, в 96-м, да, ну я тогда уже, как бы уже, да, немного поменял мышление свое, потому что поменялось у меня сознание, я начал общаться с протестантами, ну, не специально, не нарочно, но так получилось, знаете, его величество случаев, мне нравится, как еще Чарльз Перджин говорил, что, его величество случаев, это как псевдоним, его величество Господа Бога, когда он напрямую не работает под своим именем, он работает под псевдонимом, случай, случай, хотя даже неверующие замечают, что-то здесь не то, просто так, случайно, даже прыщки вскручил, вот он, вот что-то замечают люди, что есть какие-то причинно-следственные связи, вообще, на этой земле, ну, они непонятны нам порой, но они какие-то есть, эти связи, и вот, случайно, я познакомился с одним, кстати, не по-почински, а 50-ник, он сейчас, очень хороший брат, он сейчас пресс-фитером, в городе Сураж, Брянской области трудится, Григорий Тимных, вот такой брат, хороший, очень люблю его, он, значит, он тогда уже был, в 96-м, он был дьяконом, в 50-нической церкви, вот, ну, там же на лбу не написано, что он 50-ник, да, значит, но он подошел ко мне, ну, я такой был молодой батюшка, активный очень такой, у меня там, значит, там, и, это, библиотека, православная, миссионерская, и, значит, и в кинотеатрах проводил, и в домах культуры, в больницах, в военкомате, короче, людей только не было вообще там, вот, да, там, с моторчиком, наверное, в одном месте, не знаю, я вот такой был прямо, вот, в то время, и интересно, и представляете, он ко мне подошел, и, значит, вопросы стал задавать, ну, такие, хорошие такие вопросы, а знаете, хорошие вопросы, это уже половина ответа, собственно, да, вот интересно, он такие хорошие такие, вдумчивые вопросы задавал, о Боге, о вере, думаю, надо же, ну, как бы, ну, грамотный человек, приятно было, но редко так увидишь, думаю, так вот, на улице человека, ну, такого, подкованного, и при том, ну, без заковырка, ну, так вот, прямо, видно, что любит Господа, думаю, здорово, думаю, надо же, вот, и я, значит, с ним разговариваю, я, я, я думаю, он обычный, православный, просто, ну, необычный, а начитанный, может быть, да, но православный, вот, там вообще, где я был, там, слушал, там, в Рианской области, последний мой приход, там, в основном, православный все, ну, и представляете, значит, и он себя спалил, как говорится, сдал, нечаянно, он, короче, процитировал из Библии довольно большой текст, то есть, там, но, я-то Библию читал, я знал, что ты, он не процитировал, он слышал, что так написано в Библии, но процитировал, и довольно так, близко к тексту, у меня аж даже, ёпнуло внутри что-то, знаете, думаю, наши люди, Библию, они читают, думаю, что-то здесь не то, у меня аж, это ухо востро, сразу, думаю, что-то здесь не то, я, значит, ему говорю, Гришину, значит, вы христианин, он, так, ну, да, я-я, как говорится, да, одним словом, значит, да, ну, штунг, ну, да, христианин, да, а я вот конкретизировал, прям, как Ленин на буржуизе, короче, я на него так глянул, короче, православный, он сдался, ой, наверное, надо бы мне идти в следователи, короче, я его раскусил, короче, я там, нажал на него, а он говорит, нет, да, я не православный, я, христиан, вера евангельская, пятидесятник, ой-ой-ой, короче, если бы не капот там, авто моего, я бы, наверное, грохнулся бы, вот реально, ну, не знаю, от неожиданности, это же даже не баптисты, знаете, это же, я там встречаю всех змеев, знаете, в обморах так и бросат, не, ну, серьезно, я же, я помню еще, семинарской скамьи, у нас еще в 80-е годы были эти лекции, эти, я попадал, ну, не так часто, но попадал на эти лекции по сектоведению, раньше назывался, ну, называли между собой сектоедение, вот, сектоведение, сейчас называется сравнительное богословие, более так, политкорректно назвали, вот сейчас эту тему, а раньше сектоведение, вот, значит, и у нас были разные люди, я попал в Ленинграде тоже на такую же лекцию, там немного по-другому подавалось, по-другим соусам, ну, в принципе, хрен весь, и не сладче, там, в принципе, то же самое было, вот, и, самая запоминаемая лекция была, тогда очень жутко популярной, в 80-е годы, Генри Боровик был такой, международный панорамный, помните, такой дядька такой был, вот, значит, и, вот он приезжал в Загорск тогдашний, и проводил лекцию, и я имел честь там присутствовать, ну, как бы так, сзади, посматривал, слушал интересно, и запомнилась надолго его лекция, она называлась, моральный, или как там, не помню, моральный облик, по-моему, советского священника, вот так вот именно, именно звучало советского, вот это резало слух немного, но, как бы, вот, но, как бы, что было, то было, и он говорил, что, да, вот, православный в нашей стране имеет возможность справлять свои религиозные нужды, его выражение такое, я потом часто слышал, а батюшка один там, был такой, отец Федор, по-моему, не помню, он все, язвил потом, вот, справляют свои нужды, религиозные, храм, в туалет превратили, бежит, куда, по нужде, приперло, вышел с храма, облегченный, он строит хорошо, и так до следующего раза, вот, вот, мы храм, он, а он, это вообще-то такой был, острый на язык, дядька такой, да, он, он, откусок тоже, это, сровничный, он такой, прям, такой был, патюшка, отец Федоров, запомнил я его, тогда, архимандритом был, да, лаврский, но это мало кого запоминал, но вот, его запомнил, и вот, и я запомнил, знаешь, такую вещь, а, этот самый Боровик, этот Генрих, он, значит, что говорил, ну, главный тезис, запомнил я, он мне помог, кстати, этот тезис, помог мне сдать сектоведение с первого раза, прям, и при том, пять плюсом поставили мне, вот, я помню, я понял, что надо сдавать, так вот, знаете, вот, раньше сдавали мы марсистско-ленинскую философию, главное говорить, не останавливаться, одна зубына, одна там, раска, значит, остановочка, все, короче, один балл снимают себе, или полу балла, надо, короче, очень простая тема, в принципе, понятная тема, мы хорошие, все плохие, все, вот, и, значит, он говорил, он упоминал этих баптистов и пятидесятников, он говорит, что это как бы одна, в принципе, контора, как бы, да, одна палата, как бы, да, но баптисты, это как бы тихие, да, сумасшедшие, как бы, для его, в его понимании, а пятидесятники, это которые буйные, Много настоящих буйных, мало говорить, но есть. И еще он говорил, что они через одного все агенты мирового империализма. Они того и желают развалить нашу советскую родину. Короче, это все агенты, агентуры ЦРУ, ЦРУ, МОСАДА, короче, все там. То есть, либо сумасшедшие, да, нездоровые люди, либо, значит, вот ярые антисоветчики такие, как вот из журнала «Крокодил», наверное, не знаю. Ну, короче, ну ладно, я к чему-то вспомнил. Когда вот в 96-м я с Григорием познакомился, он не был похож на, как бы, не на сумасшедшего, ну, вроде как бы обычный человек, как бы, воспитанный. Ну, ладно. Я думаю, я подумал тогда, что, наверное, Гриша, наверное, он недавно в этой секте. А нам еще говорили, что первых полгода процессы обратимые. Вот, как бы, поэтому, как бы, думаю, наверное, он недавно, потому что он вляпался, всякое бывает, от тюрьмы, от сумы, как бы, ну, и секты, как бы, мало ли, не зарекайся, как бы. Одним словом, значит, он попал вляпался, ну, со всеми бывает, думаю. Вот, я пожалел его неопытность. Я же не знал, что он родился там вообще, вырос. И не просто он сектант, оказывается, а сектант, сектант еще сектантский вообще. Уже в третьем поколении его родители, его деды и бабушки, значит, были штунды, были баптисты, писятники, короче. Вот это да. Ну, это я потом уже узнал, потом, тогда же я в неведении был. Я пожалел его неопытность. А, ну, я там раскритиковал, а какие же вы христиане? Я еще запомнил, чтобы ранее он правильно, ну, мне казалось, правильно говорил. Защита в нападении. Знаешь, не знаешь, неважно, короче. Вот, просто нападай, ругай, они все плохие, мы все хорошие, все. Вот, короче, я стал вот реально, как с цепи сорвался, как лиса-то. Короче, облавил я его. Значит, я, значит, это, представляете, значит, говорю, вы же креста не носите, святым не молитесь, короче, мощей у вас нет вообще. Какой-то там Бенни с хином и все. Я думал, два разных человека почему-то. Ну, прочитал меня-то там. Вот, оказывается, пусть Бенни меня простит. Ну, так, оказывается, один, да, Бенни хин-то. Я думал, Бенни с хином какой-то. Что-то такое наговорил, вот, вот, серьезно. Сейчас уже самому смешно, значит, и стыдно вспоминать, что-то она наговорила. Но, самое интересное, Беришу воспринял все как-то серьезно, как-то так, ну, как бы, ну, с пониманием, что батюшка, как бы, ну, как бы, что имеет, то дает, как бы, да. Чем богат, тем и рады. Вот, и, значит, он, как бы, вроде, как бы даже молчал, как бы, ну, вроде, как бы смирялся, как-то понимал, что... Думаю, ну, наверное, да, вот, все-таки он близок к спасению, думаю, наверное. Короче, я решил спасти эту душу неопытную. Я, значит, а у меня как раз литература была там, в машине-то. Я, значит, и у меня вот такая вот толстая книжечка была там, в твердом переплете. «Земная жизнь при Святой Богородице». О, а это же Бетсекар тогда был. Короче, я ему, значит, эту книгу дал, говорю, Григорий, Григорий, говорю, почитайте обязательно. Потому что, говорю, вот, ну, короче, это же Матерь Божия, это же Царица Моя Благая, Надежда Моя Богородица. Короче, вообще, я ему, значит, дал эту книгу, он обещал прочесть. Потом взял с таким вот почтением, таким вот, да, значит, как бы, я вижу, что, думаю, ну, наверное, как бы, да, у него есть шанс реально спастись, да, вернуться в православное луно, как бы. Вот, вот, и, значит, я думаю, примет Богородицу наполовину нашу же. Дальше вопрос техники. Короче, все, это уже... А пока я в эйфории такой был, представляете, он, как говорится, из своих сектантских штанин достает свою литературу. Подрывную. Говорит, я его свою, а потом мне свою. И говорит, батюшка, я вашу почитаю, а вы, говорит, вот мою почитайте. Я там даже запечататься не успел, короче. Не, ну, потом пошамалил, конечно, короче, все как положено, но, короче, взял его книгу, ну, и приехал домой. Я даже в дом не внес ее, конечно, ну, ничего не чистого там, в дом-то не буду вносить, я, ну, в предбатнике оставил там, короче, оставил. У меня же там в доме, там все там, святость везде, иконы все, мешочки с могил, земляных могил разных. Там, короче, посох от Северных Мазаровских. Короче, мне там вообще, ну, особенно моя комната, там вообще там все было вообще в этих иконах, образах, в этих земельках, с могил разных там, святых. Иконизированных, и еще, как бы, в процессе канонизации, которые, как бы, местно чтимых. Короче, там у меня было такое. Если бы Павел Апостол попал бы в одним словом мою комнату, то он сказал бы, батюшка, я вижу, вы особенно набожены. Ибо, обходя и осматривая святыни вашей, я так и не нашел в бюджетных неведомого. А финики отдыхают, короче. Ну, ладно. Одним словом, у меня было вот так вот, да? И я эту книгу уже секстанскую оставил, значит, там где-то до входа, там, даже в дом не внес. Вот. А самому интересно было. Вот говорят женщины любопытные. Может, и не меньше любопытные, в общем. Вот. Не, серьезно, я говорю, неделя проходит. А мы же договорились с этим Григорием, что через неделю снова на этом месте, вот, сейчас мы встретимся. Там возле рынка прям как раз народ, видишь, хается, шатается. Мы там, думаю, встретимся и обменяемся снова литературой этой. Ну, ладно. А самому как-то неприятно было. Думаю, надо же, но все-таки он такой, ну, видимо, человек воспитанный, как бы, да, серьезный. Наверное, он книгу все-таки мою прочтет. Да, да, да. А я, несерьезно, как-то думаю, пообещал. За язык же никто не тянул, короче, я же пообещал. Да, думаю, а вдруг у меня спросят еще краткое содержание какое-то. А я же не предмесса вообще. То есть я, ну, а что делать вообще? Вот, думаю, ну, ладно. А вот прочту первые хотя бы странички. Знаете, вы как бы, мы читали книги, да? Перед сдачей экзаменов. Короче, две-три странички и оглавление. И все, в принципе, как нотацию. И, как бы, уже общий курс дела-то знаешь, как бы, о чем, да? И можешь хотя бы пару, там, умных слов сказать, как бы, и вроде сдать экзамен. Ну, ладно. И я, значит, а, еще меня что зацепило, название книги. Название из Библии. Библейское название. Вот если бы не название, я, может быть, даже не... Вот это стало последней каплей. Точно, я думаю, надо. А вот много ели, если не нахватались, думаю, ну, прочитаю хотя бы начало самое. Вот, книга называется «Время начаться суду с Дома Божьего». Ох, аж говорю, у меня аж шерсть дает вам до сих пор. Вот, серьезно. Потому что это вот, это ж из Библии, да? Это ж из послания Петрова. И самое интересное, представляете, дело в том, что с этим текстом из Писания у меня некоторые связанные переживания тоже были в свое время. Это книга Людмила Плетт. Кто знает, трилогия была такая. Пробуждение начинается с меня. Первая книга. «Время начаться суду с Дома Божьего». Вторая книга. И третья. «Глаз вопиющему в пустыне». Это проповеди Эрла Штегина. Брат Эрла вот недавно ушел уже в личность. Вот в этом году, да. Я был на станции от Квасиса-Банду в Липецкой области. Там, да, очень хорошее было общение. Вот, ну, вот, потом прислали мне сообщение, что все, Эрла ушел уже, брат наш, в вечность ушел. Я так и не пожал ему руку, но уже на небесах уже пожму руку ему, да. Вот, он, может, и не знает, но его проповеди очень сильно повлияли на меня тогда. Очень сильно. Они стали толчком для моего пробуждения тогда. Вот именно, а вот это особенно вторая книга. Она как раз именно для вот служителей, для пастырей, священников. Вот она как раз адресована служителям церкви, ангелам церквей. Очень сильно. Там особенно покаяние, плодах покаяния. Ну, там свои учения какие-то определенные есть, странные некоторые вещи. Но она очень христицентричная. И вот это христицентризм, богоцентризм, вот, он, ну, перебивает все. Знаете, это просто хорошая вещь. И знаете что? Я, короче, занес эту книгу к себе домой, в свою комнату. В эту, такую, особенно набожную. Вот. Покрапил там водой святой крещенской даже, на всякий случай. Там, короче. Вот. Я помню, так открыл книгу эту. И с таким большим предубеждением. А, кстати, жена мне перед тем еще говорила, не вздумай читать эту книгу. Я говорю, обижаешь. Говорю, матушка, ну ты что? Яйца, курицу? Не учат. Без году неделя. Знаете, ну что? Чему меня, православного священнослужителя, может протестант научить? Ну, не смешить. Как бы, значит. И, знаете, значит, поэтому я, значит, с таким большим предубеждением. Ну, как бы, ладно. Начинаю читать. И я был просто... Ну, знаете, как вот... Помягче сказать. Короче, выбило меня из колеи просто. С первой же страницы, фактически. Удивительно, знаете, что было? Что писано было то, о чем я как раз накануне размышлял. О чем дело. О чем мы немного женой обмолвились как раз накануне. И о чем я время от времени на протяжении вот этих дней как раз размышлял. То есть, это было прямо, знаете, прямо в десятки. И для меня это было таким шоком. Я как будто бы, знаете, начинал читать единомышленника. О чем он рассуждает. То, о чем я рассуждал. Вот. Если бы нет момента, я бы, ну... Не зацепился бы. А это меня так зацепило. Я не мог остановиться. Я ее прочитал на одном дыхании. Эту книгу. Ну, только лишь несколько раз перерыв делал. Что просто, ну, вот реально выплакаться. Реально прямо вот... Прямо плачу и плачу. Я не плакался, но он прямо стал плакать и плакать просто вообще. Потому что, ну, прямо вот... Это ж... А сам еще думаю. Опять начинаю читать и думаю. А что там? Это ж... Какой протестант? Он, наверное, уже давно православный. Я даже, кстати, потом уже не сказал. Наверное, пока переводили. Это ж какой-то немец нам в Южной Африке, нам туда-сюда. Вот. Пока переводили, пока издавали. Наверняка уже православный. Это ж злодоусты наши в дни, думаю. Это ж какой, значит, а люди... Какой он протестант? Как я, Балерина. Какой он протестант, значит? Он нормальный христианин, значит. Да, православный, скорее всего. Уже. Я так, ну, срялась. Покаивал и жену тоже. Вот. Жена потом тоже... Я когда книгу эту вынес из комнаты, она, короче, взяла тоже и стала читать. И тоже наревелась там вообще. И вот тогда как раз, представляете? Женщина, как-то, ничего не забывает. Представляете? У нее там столько файлов. Как бы, и все куда-то сохраняется. У меня сразу, корзина, корзина моей памяти сразу очищается все. Я просто чистил, уже все нормально, уже классно. Снова загружаю. А у нее все там, джинь, 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 там. Я сколько раз убеждался. Вот мы уже больше 30 лет живем, значит. Как бы, я сколько раз убеждался, что у нее все там хранится где-то. Вот это да. Поэтому я обычно, как секретарь, я ее спрашиваю. А помню, когда было вот то или что там? Она точно говорит, точно знает. Вот это да. Это же дом советов. Ну ладно. Короче, она мне говорит, как будто бы вот 91-й год, а это 96-й же. И как будто это вчера прям было. И тоже самое слово прямо начинает. А помнишь, я вот так и говорил, и цитирует. И вот это да. Баптисты спасаются. А вдруг баптисты все-таки спасаются. И я уже не мог отправить эту баптистку в ад уже. Вот. Я когда уже, не знаю, короче, заерзал, как уж на сковородке. Вот реально, я не знал, что ответить им. Вроде как бы в ад не пошлешь, но и в рай как бы не за что вроде. Короче, я, короче, сказал так, что, ну, знаешь, может быть, но в рай, конечно, нет, конечно. Там только православными как бы и то с такими, да, препятствиями. Но, говорю, баптисты, вот если вот такая она была, как Эрваштегин, и вот как те вот черные эти, зулусы, эти там покаявшиеся на квасе за банду. Вот о чем там мама писала Людмила Плетте. Вот если у меня вот такие, она вот такая была, вот так же она верила, да, вот, и мыслила о Христе, то, говорю, ну, не в рай, конечно, но где-то там, не знаю, в оттенках серого. Ну, где-то там в преддвериях, где-то там, ну, воду носить, дрова лупить, короче, ну, на посылках. Ну, короче, вот как-то так, доставка еды, как Яндекс там сейчас марширует, там бегает с говною, когда-то раз оба заказала, вот тебе уже звонит, пиццу уже доставляет. Ну, классно вообще. Вот что-то такое, ну, секанты на доставках, или там на работах каких-то таких подсобных. Короче, ну, послушание. Ну, одним словом, я что-то такое наговорил жене, ну, она вроде как посылалась, ну, наверное, да, наверное. Ну, как бы, картина ясна. И когда мы с Григорием снова встречаемся, я ему, его книжку возвращаю, я даже не спросил, по-моему, как он читал, или мою. Мне показалось так несерьезно. Знаете, вот он мне дал такую, о самом важном. А я, ну, конечно, о маме. Мама есть мама, это бы, да, Иисуса Христа, мама, все-таки, да. Но, ну, при всем уважении к маме, вот, не она, а Он, спросите. Он, Господь, Он. Знаете, я думаю, надо же, я как-то неудачно все-таки ему, думаю, дал. Он мне о самом важном. Ой, кстати, после, кстати, после вот, я еще не рассказал, когда вот эту книжку прочитал я, да, представляете, последний раз уже все, дочитал уже, и просто, ну, вот плачу, реально плачу. Вот, не могу успокоиться, настолько прям, мне, так, она растерлила как-то прям, по-живому прям. И я услышал голос. Знаете, я не псих, я не слышу голосов. Но тихий голос, как будто моя мысль, но это была не моя мысль явно, сто процентов вообще. И этот голос, тихо-тихо так, внутри так. И знаете, что он еще рассказал? Если бы я не сидел там на диване, я бы грохнулся, наверное, точно бы. Вот у меня стресс такой был. Он говорит, Сережа, посмотри. Я так, знаете, это еще не отец Сергей, не ваша преподобница, не Сергей даже, не Сергей Юрьевич, короче, а Сережа, посмотри. А я как раз, откуда-то библия у меня лежала. Я достал библию, нашел свою библию на русском языке. Уже не на славянском, на русском-то. Который возил с собой, но я ее не открывал давно уже. Именно на русском языке открывал, открыл. И когда голос сказал, тихо, я понимал по умолчанию, ну, в этой реальности божественной, там сразу понимаешь, что это Бог. Это... А ты лох. А он Бог. А без Бога, так, как расшифровывают сейчас христиане, да, лишенные общества Христова, лох. Думаю, я вот сижу здесь, а голос так и сказал, а я смотрю в эту книгу. И от волнения даже не могу ничего прочесть даже. Вот такое волнение было. И тут голос дальше продолжил говорить. Сейчас вспомню точно. Там интересная вещь такая была сказана. Даже не просто слова, а вот сама интонация. И с любовью их тоже самое время обличающе. И вообще-то невероятно просто. Вот, посмотри снова, да, тебе, почему тебе было все хуже и хуже? Прямо таким эхом, хуже и хуже. Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже. А я смотрю, не могу ничего прочесть, и ему ничего не могу ответить вообще. И потом, а пауза опять образовалась. И опять тот же самый голос, тихо так же. А я просто в шоке, в растерянности просто сижу, смотрю книгу, и от волнения реально ничего не... Даже строчки не могу прочесть, представляете? От волнения прям. Настолько было волнение сильное. И тот же голос, тихо так же успокаивающий, но и обличающий, и успокаивающий, с любовью такой, говорит дальше. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. Вот слово в слово вот это вот запомнилось. На всю жизнь, наверное, запомнилось. Уже столько лет прошло, с того самого девяносто шестого. Представляете? А это была правда. Не, ну, если бы мне это сказал Григорий, что слово Божье ушло из твоей жизни, как оно ушло? И куда оно ушло? Да, да, да. Ну-ка, сейчас сам уйдешь. Вот. Дело в том, что, понимаете, значит, ну, как бы, оно же читаемо было каждодневно, там, на всех служениях, там, значит, на славянском языке. Но, понимаете, да, есть графы, есть логос, а есть рэп. Божье слово, откровение, переживаемое слово, живое слово, живого Бога. Одним словом, я после долгого перерыва, а я уже с девяносто первого года, не молился своими словами. Я держал себя в таких религиозных бороздах таких, узах таких, да, как я и обещал, на генеральной исповеди, там, перед печатью, перед рукоположением. В девяносто первом году, рассказывая, значит, Акцу Анатолию, духовнику епархии, значит, обо всем, я пообещал, среди прочего, больше никогда не молиться своими словами. Только лишь вот по записанным текстам этим, потому что я описывал вот то, что вчера рассказывал о свидетельствах, вот я это все рассказывал и много чего другого. На исповеди надо было все рассказать о своем духовном всем опыте. И он, конечно, сказал, что это было от бесов у тебя, и вообще это было страшно, и вообще своими словами нельзя тебе молиться, только лишь по этим канонникам, акафистникам, молитвенникам. Короче, и я держал себя в этих узах, первые, ну, года три первых было нормально, а потом стало плохо, и все хуже и хуже. Знаете, вот эта вот невыговоренность, вот это, я понимал, что, ну, как бы, это чего-то не хватает. Я до конца не понимал, чего именно, но тогда я понял, вот не хватало простого, нормального общения с ним. И знаете, я уже своими словами стал говорить ему тогда, снова. Как было и до того. Я стал говорить снова ему, вновь, своими словами. Я не помню, что там много еще сказал. Ну, каялся, просил прощения своими словами. И, среди прочего, сказал нечто, что у меня запомнилось. Я еще сам подумал, да, может, как? Интересно, удачно я сказал. Вот, но это было действительно, как бы, не от меня, потому что прям очень четко так было сказано. Вот я сказал вслух, среди прочего, сказал так, что слишком много разных учений, это много всего-всего, в церкви, даже в православной моей, имею в виду церкви. Много разных учений, странах, всего, вот, которые мне не давали тоже покоя. Но, говорю, безопаснее для меня доверять твоему слову. А сам думаю, я сказал-то, а сам думаю, ну, так на самом деле, он меня же не осудит за то, что я делаю, то, что он сказал вообще. А то, что он не говорил, ну, это, мало ли, на воде вилы написано еще что. Значит, я как бы, значит, и для меня безопаснее доверять твоему слову. Думаю, здорово, это хорошо сказано, думаю, надо запомнить. Только бы запомнил. Вот, и внутри реально, как будто бы какой-то тумблер переключился. Мне стало вот действительно ясно, многие вещи стали ясны. Как было до того, снова, ну, это первая любовь стала возвращаться вообще. Снова стала общаться своими словами. За несколько месяцев такие перемены начались. Я уже келейно, как говорится, приватно, один на один с Богом, я уже не мог молиться. Даже был этим акафистником, канонником. Я просто откладывал, молился, говорил своими словами. И я уже не мог уже молиться кому-то еще на стороне. Нет, нет, не Богородица, не святым все, нет, нет, это настолько уже все. Нет, только Он, как в той песне поется. Только, только Бог один для меня, и нет иного. Только, только, только Ты один, и я Тебе, Господь, принадлежу. В сердце только Ты один живешь. Мой родной, мой самый драгоценный. Знаю, скоро Ты ко мне придешь, Ты грядешь, Господин мой, Царь над всей вселенной. Господин Бог, Царь над всей вселенной. Только, только Ты один для меня, и нет иного. Только, только Бог один, и я Тебе, Господь, принадлежу. В сердце только Ты один живешь. Он удивительный, Он превосходный, удивительный, выше нашего понимания всякого. И это вот нахлынуло. Но перемены удивительные происходили, конечно. Я уже дома радуюсь и нарадуюсь, разговариваю с Ним. Но, приходя в храм, опять 25, я опять должен был совершать, справлять свои религиозные нужды. Опять я должен был там все это петь, там, Пресвятая Богородица, спаси на святые, молите Бога о нас там, и прочее, прочее. Хотя уже внутри, когда я верил в это, я молился с удовольствием. И Богородица, и Святым, и со слезами порой, там, и Академский Богородица читал. То есть, я понимал, что это действительно ходатайца Нового Завета, там, и святые эти ходатайцы. Но, когда я понял, снова вернулся к тому пониманию, что только лишь один Иисус Христос. Как Павел, помните, пишет первое послание к Тимофею 2.5. Он пишет, ибо един Бог, говорит, да, един Последник между Богом и Человеками. Человек Христос и Иисус, а дальше там в 6-м уже стихе говорит, предавший себя для искупления всех вообще. То есть, Он для всех, один за всех вообще. Слава Богу. Да, спаси большое. И вы знаете, друзья, когда я Григорию отдал эту книгу, я ему отдаю книгу и говорю ему, Гришин, говорю, а у вас есть другие книги этого автора? Я же в конце прочитал там, что написано, трилогия. Там, как бы, еще другие книги. А он мне говорит, а я знал, батюшка, что вам понравится. А он, как бы, он знал, ну ладно. И, короче, достает первую книгу этой трилогии, пробуждение начинается с меня. Дает мне эту книгу, я такой, ооо, думаю, красота. Я сейчас прочитаю про этих Зулусов, с чего все начиналось там вообще. Как у них там с этим Эрлом произошло все. Думаю, я так взял такой довольный, как паровоз. А представляете, а он, не бульдурак, он молодец вообще. Он Григорий такой. Я думаю, американская спецполготовка. Он мне говорит, батюшка, а вы приходите к нам на собрание. Думаю, внечешься, куй, железо пока горячо. Ему палец положен по локу, я тхапаю сразу. Думаю, вот у него хватка, как бульдога. Думаю, надо же, он не отстанет, пока не придешь к нему в собрание. Ну, такой, понимаете, такой, брат такой интересный. Он тогда еще тоже молодой был, горячий такой вообще. Евангелист какой-то такой еще. Приходите на собрание. Он так сказал, ну, думаю, надо прийти к нему. Но я, конечно, вначале там решил поумничать. Говорю, знаете, ну, я воскресенье занятый. У меня у самого дел не проворот. Приход, доход, расход. Короче, там храм, храм, народ отовсюду съезжается. Короче, я с утра до вечера, как белка в колесе, в воскресенье говорю. А он не отстает. Ну, батюшка, а у нас и на буднях, по вечерам есть такие, да. Небольшие собрания. Приходите, вот у нас вот расписание там. Я думаю, вот не отстанет, да. Как банналист, думаю, ну, что ж с ним будешь делать. И, короче, я ему сказал, говорю, Гриша, ну, знаете, ну, короче, если будет оказия какая-нибудь, и я там окажусь, как-то у вас там вечерком, там, в ваших краях, зайду к вам. Как-нибудь. А сам думаю, что я там забыл вообще. Тем более, у них там поселок небольшой, это Сураж, это, ну, деревня какой-то, по сути-то, там тысяч 10 населения, не больше. Короче, это поселок городского типа. Вот там, тем более, шевязычники, языки вот такие. Там, короче, особенно батюшка, любимая тема. Там, короче, думаю, вечером пойдешь на собрание, полпоселка будет знать, что у сектантов побывал батюшка. А утром коров поконят, все остальные узнают, короче, вообще. А там греха не оберешься, короче, не отгрешишься потом в епархии. Ну, ладно. Вот. И я даже в мыслях не был, наверное, так вот посетить, но вот так вот сказал, что будет оказия, зайду как-нибудь. И представляете, слово какие силы имеет все-таки. Вот реально ангелы построили какую-то оказию. Вот реально, дело было вечером, и делом было нечем. И я был в райцентре, и я был недалеко от ихнего дома молитвенного прямо. И я так еще, у меня так мысль такая, а почему бы не зайти к братьям меньшим? У меня мысль такая почему-то в этом направлении. Я уже даже согласен был с меньшими братьями. Думаю, какая-никакая, но родня. Да-да. Знаете, да, седьмая вода на киселе, но все-таки какая-никакая родня. Все-таки же христиане, ну там, ну ладно. Конечно, не православные, конечно, но все-таки какие-никакие. Вот, значит, и думаю, почему бы не зайти к пятидесятникам в гости. И я как-то так, без всякой задней мысли, притом, взял и зашагал туда, как будто всю жизнь ходил вообще. Вот, вот дела. И, значит, а там это здание ЦСУ, бывшее переделанное по дну молитвенной. Вот, короче, значит, потому что там же, жена Майра тоже в этой была в секте, короче. Я потом узнал. Думаю, вот это да. Короче, значит, и представляете, я, значит, иду, и вот уже там уже, ну, площадь, перед домом молитвеном, я аж остолбенел. Я пришел в себя, думаю, что я делаю? Это ж по дамбу вот, ну, как бы, соблазню православных. А потом думаю, стоп, сейчас отступать поздно уже. Думаю, сейчас развернусь, уйду назад, еще хуже молва будет. Вот, наверняка меня уже увидели, наверняка уже. Там и у стен глаза, и у волнов, короче, вообще тут. Они, короче, там, это, скажут, батюшка, в вечер что-то шаманил возле этого молитвенного. Думаю, потом вообще греха не оберешься. И перед сегнатами стыдно уже были. Короче, ладно. Думаю, в конце концов, думаю, значит, Русь святая, православная, это, значит, американские сегнаты. Короче, люди все не боятся, короче. Вот. Зашел, ну, я перекрестил до молитвенный весь, там, спаси Богу, Господи, люди твои. Короче, я весь там все-все-все-все запечатанный, запечатанный, опечатанный. Все, значит, захожу туда, в дом молитвенный, да, значит, и там девушка в коридоре, Адаша, а, 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 а я еще говорю, а я грязь из плестов, все, я что-то вообще такой немностный. Короче, ты сейчас, я по гражданке бываю, а так вообще грязь. Я говорю, девушка, куда мне пройти? Она вообще, а, пальцем показывает, а по коридору. Такой, забирю, вот, что-то. Ну, в шоке, в шоке было. Короче, а я зашлакал туда, думаю, а там не поймешь, там это здание бывшее, это суд переделанно, там двери, и куда заходить, непонятно вообще там. Какой дверь? Ну, как бы, там же не похоже на храм наш вообще. Просто как бы, ну, административный корпус какой-то. Да, да, да. И, короче, зашел, много дверей, она еще показала туда, в конец, думаю, ну, я думаю, в конец, я и зашагаю. Авось, думаю, наверное, там переделано, понятно, да. Значит, и я где-то там крайнюю дверь открою, зайду где-то сзади, постою, посмотрю. Авось не сначала, ну, тем более, и не до конца. Ну, как бы так вот. Вот. Короче, я зашагал, открываю самую последнюю дверь, раскрываю и захожу. И попадаю прямо на сцену. Представляете? Прямо на сцену. Это ж надо вообще. Там собрание прям стихло прям. Они там, видите, о-о-о, молятся. А здесь тишина такая. К нам приехала ревизорка. Из Петербурга. И, короче, все, приехал, да. А потом мне братья рассказывали в церкви, что, короче, эта дверь вообще крайняя, последняя, она вообще все время у нее закрыта вообще. Она открывается только лишь, когда братский совет уходят на совещание, туда будет. И все. А так она у нее закрыта. А в этот вечер почему-то, или ангелы, или человек, я не знаю, короче, она была открыта. Представляете? Я попал прямо на сцену, прямо к кафедре. Вот трибуна стоит в пистолетовом. Стол накрытый с катером. И я стою. Они на меня, я на них в первую очередь. Но они видят, что я не буйный, как бы, спокойно. Просто пообщимся дверью. Собрание стихло, там присели люди. Вот реально, конечно, сейчас я на них наброшусь. Они на меня. Короче, а сзади одна женщина еще встала еще. На меня пальцем тычет. И так пальцем. Кстати, он вообще запомнился и пузов вообще. Знаете, я как-то привидение знаю. Она, короче, меня пальцем. А потом уже спустя месяцы какие-то, я, короче, познакомился с разными верующими. Вот с этой женщиной тоже познакомился. И с ее семьей. Короче, оказывается, у них там есть братский совет, понятно, да? А есть еще там женское какое-то такое общение. Сестринское общение. Вот. И она там заводила как бы. Вот. Эта сестра. И она, значит, такая, значит, это... Как сказать? Она сидела рядом с мужем, кстати, своим. Это нетипично для их церкви. Там мужчины сидели отдельно, братья там. А женщины сидели за... И дети в стороне. Вот. Но с ней муж ее сидел, родной. Почему? Потому что он как бы был... Ну, как назвать это? На замечание. Да, и просто его брат стал харизматом, как бы. Вот, значит, хотя он ни слухом, ни духом даже, как бы, значит, но его на всякий случай на карантин туда отправили к женщинам, короче. Да, он родился. Вот. Вот. И он вообще просто обычный присядник. Это воронаевская церковь такая вот, для чего он был, да? Омоленцы там, все такое прочее, туда дела. Ну, вот. И, ну ладно, мне хорошие братья, просто свои у них особенности просто есть такие, да. В порядке. В свой порядке, да. И, короче, когда у них потом гостил я, ну, был в гостях там, все. И, значит, и она рассказывала, короче, накануне, ну, там, может, не прямо накануне, но, короче, перед тем ей снился сон. И сон настолько был яркий, что она, короче, ночью разбудила мужа даже прямо. И говорит, Петя, вставай. Представляешь, что мне снилось? Ну, тут уже бывало, что она его, она вообще такая харизматичная женщина такая вообще. Что случилось? Что такое? Что опять увидела такое? Представляешь, говорит, наше собрание, как обычно идет. Я участвую в этом собрании, все нормально, поем что-то, все молимся. И вдруг, говорит, угадай, кто? Он, ну, не знаю, ну, может быть, Ежеский, Курянский приедет. Может быть, пророки из Белоруссии заедут к нам. Хэ, мелко плаваешь, короче. Поп стоит и проповедует. Короче, Петя этот, говорит, короче, чуть не покорхнулся, говорит, короче, надо меньше есть на ночь, короче. Правильно братья сказали. Нужно меньше есть на ночь. Это уже, конечно, точно не от Бога у тебя, короче. Ладно, мы там пророки были, не епископы, а это поп стоит. У нас в церкви в момент сто лет никогда попа не было. Вообще-то, о чем ты говоришь? Маранаев сам руку полагал нашего старшину первого. А ты, говорит, в своем уме вообще, женщина? В принципе, короче, все. Надо, пожалуйста, прикрыть лавочку вообще общения женского. Короче, он такой, значит, ну, ладно, короче, нормально. И представьте, ну, она подумала, может, правда, может, переели на ночь, не знаю, короче, ну, ладно. И, потому что, ну, даже от других женщин она боялась рассказать, потому что, ну, уже не прибуд, наверное, такое откровение. Но было настолько реально, она, говорит, я во сне прям реально пережил, прям вот как будто вот вижу тебя вот прям вот там. И когда я показался на сцене, она, говорит, о, этот попс, вот тот самый поп, я говорю, что он был? Откуда он свалился на сцене? Прямо у кафедры, прям. Ой, и смех игреет. Ну, как вспомнишь, вот. Короче, да. А еще, говорят, у Бога нет юмора. Да, 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 да. Ну, ладно, короче. Первым пришел в себя второй пресс-фитер, который помоложе был. Ему 75 было. Да, вот этот молодежный пастор, он подошел ко мне, как бы, да. Вот, значит, и, который старше был вообще, ему там в обед, в туалет, он вообще просто сидел, просто как Будда. Он реально, как бы, потерялся. Ну, да, конечно. Баранайфор, потому что ему не рассказывал. Да, да. Шмидт об этом не заикался вообще-то. Короче, это что-то будет такое. И, значит, этот второй пресс-фитер подошел ко мне, ну, видит я, ну, от меня не пахнет, как бы, я не буяню, просто ошибся дверью. Да, да, да. Короче, собрание успокоилось, как бы. И меня среди гостей посадили там туда-сюда. Вот. И, ну, как бы, уже, я понял, ближе к концу как раз. Вот, думаю, надо же, вляпался. Ну, ладно. И вот вышел один старичок такой, весь такой беленький, вседенький, он там сидевший за Христа. Там, там, они многие, там, вот такие братья были тогда вот эти. Я застал там их, общался с ними, потом уже. И, ну, короче, один дедушка вышел такой и говорит, давайте хоть споем. Ну, все, встали. Ну, я тоже встал, что я рыжий, что ли? Я тоже встал, значит, встаю, там, значит, там. Вот, значит, и о чем, думаю, петь могут? А, он говорит, 700, там, какой-то псалом. Думаю, эх, о чем могут петь дептанты? У меня почему-то мысль такая была, какая-то уничижительная почему-то такая програлась. Думаю, типа, о, моя секта, о, моя секта? Не знаю, вот реально, почему-то уничижительные такие мысли, как-то шерты, уничижительные такие, к этому собранию. Думаю, ну, несерьезно, я зашел тут, ни тебе одной иконы вообще. Ну, вообще, это как партсобрание какое-то. Стор на какой-то с катертью, трибуна с микрофоном. Ну, вообще, ну, просто партсобрание все, ничего нет там. Ну, ладно. Короче, внешне это никакая не церковь вообще, абсолютно никак. И вот, значит, и, ну, все встали, значит, и когда запели псалом этот, вот сегодня там у вавтистов тоже спел я его. Вот, знаете, вот до сих пор, сколько лет прошло, сколько лет прошло, до сих пор этот псалом один из моих любимых псалмов вообще. Часто пою, и вот так один и один с Богом его. И ты в собраниях так бывает. Потому что он о самом важном, о самом главном, знаете, вот прям, и не просто слова этого псалма были удивительны для меня. Они пели на русском языке, притом они пели, знаете, так еще по-деревенски, так вот, с подвыванием таким вот этим вот, вот каким-то особенным таким деревенским. Там в основном бабушки и дедушки в основном были. Там процентов 80, наверное, всего собрания, это были бабушки и дедушки. И потом многие из них были такие еще дореволюционные такие. Да. И вот, что интересно, слова, это одно, слова хорошие, слова народные, как говорится, но само присутствие. Вот Христос реально, Иисус реально там присутствовал. Не знаю, я на все сто процентов был в этом уверен. Насколько это было реально, я его не видел там в собрании, но это, вот скажу, всей кожей чувствовалось. Вот, ну, короче, от него я это не ожидал никак вообще. Он там был, реально был там. Это было, вот, атмосфера, нужно назвать это атмосферой его. Я не знаю, ну, настолько было физически, даже ощущалось как-то, вот, не знаю, кожа, я говорю, ощущалась. И слова звучали вот этой песне. Любовь Христа безмерно велика, начала нет. И льется, как река, и как волна, лопсает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя Бог ждет. Давно стоит у каменных ворот. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь. Надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня, давно, давным-давно. Он возлюбил, и тех, кто лишь одно, твердили нет, и поднимали смех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. И как спаситель всех людей любить. И как спаситель всех людей любить. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. И как спаситель, как наш искупитель, как наш целитель, освободитель всех вокруг любить. Любовь Христа безмерна, велика, несравнимая ни с чем. И там, во время того собрания, оно запомнилось мне. Прошло столько лет, я до сих пор помню это собрание в деталях. Я был не так давно снова там, в этом доме молитвеном. Многих братьев уже нету, уже многих. Там пол церкви, наверное. Те, кто там были, старики, уже ушли вечность уже. Я был даже на могиле, на кладбище даже. Один из епископов, как раз вот, забыл, Дубенко, или как фамилия. Очень интересный был такой у них епископ. Старенький, старенький. Вот там были свидетели, живы тогда еще, по воде ходил. На ту сторону реки, причащал там сестру, которая там разлилась вода просто. И мост смыл их из них. И тогда река была у них шире, объясняли мне. И, говорит, братья молились, а она знали, что уже умирает уже. Старница, столетняя, чуть ли не столетняя, больная. И умирает уже. И она просила после собрания как-то принести причастие, совершить. Сестра говорит, ну что ж, наверное, уйдет вечный старт. Она так просила. И, говорит, этот епископ помолился. А там, говорит, стояли свидетели, даже не верующие в стране, они в ужасе были. И ушел по воде туда, пошел. Якоб по суху пошел. Они, верующие, так на коленях и стояли, плакали, молились. А потом он так же по воде вернулся к ним. Там были другие случаи, когда он был во всесоюзном розыске. Психушку закрывали его в 60-каком-то году, в тюрьму бросали. Бог спасал его. И там однажды, когда был, ну, сосед был там, в одной квартире был, в доме был, ну, как стукач, как говорят, в милицию. Он сообщил милицию, когда он пришел туда, в этот дом. А он был во всесоюзном розыске, поэтому его должны были арестовать и большой срок дать еще. А ему нужно было быть на свободе. Там с церквями была проблема, и он должен был быть как раз вот именно там. Я, говорит, пошел бы в тюрьму, но ради церкви я должен быть сейчас на свободе. Аминь. И, короче, значит, и он зашел в этот дом, и все. И тут же милиция. А, участковый там, короче, значит, и милиционеры потом. И самое интересное, на нем была как будто бы шапка-невидимка. То есть он как бы невидимый стал. А хотя хозяин дома видел его, а милиционер, участковый, ага. А тот в сенях, и все это время, сколько часов, только на языках молился. Тихо на языках молился. И все. И хозяин видел его, а милиционеры не видели. А еще запомнился, вот этот участковый выходит, и обращаясь к этому епископу, ну, к хозяину дома, показывая на епископа, в глазах, значит, хозяин это был не епископ, а в глазах участкового это был мешок зерном. И он говорит, слушай, какой у тебя пшеница хорошая. И я говорю, давно не видел такой хороший. Большой мешок. А где ты купил такой? И он берет волосы и пересыпает его вот так вот. Вот так вот. То есть, знаете, как молится, вообще где-то хабаха. А то ты сейчас, кажется, волосы перебирает его. Только не смеяться нельзя. Да, да, да. А в частковом видится пшеница пересыпающаяся. Какая хорошая пшеница. Давно не видел такой хорошей пшеницы. Отбор. Короче, вот всяких историй мне рассказывали вообще-то. Короче, я там лепил по вечерам с ними общаться потом с этими стариками. Уже в вечности уже. Уже в вечности многие, да. В заставах еще живыми еще. Очень интересные были свидетельства. Знаете, сегодня было то же самое. Сегодня для кого-то ты, епископ, для кого-то мешок пшеницы. Да. Интересно. Ладно, то ли еще будет, братья и сестры. Господь грядет. И перед Его пришествием и пробуждение народов. И тьма сгущается со мной со мной. С другой стороны, свет еще ярче становится. Иисус Христос, Он сегодня тот же самый, что вчера и во Вене. Но сегодня Он еще ярче становится. Почему? И будет в ближайшие годы еще ярче и ярче. Потому что тьма сгущается, но эта тьма не погасит свет. Наоборот, свету судьба разогнать тьму. И этот свет еще ярче. Я в гостях и у себя в церкви тоже бывает пример такой привожу. Как автолюбитель, допустим, например, едешь на машине, да. И навстречу тебе идут машины включенными фарами. Если это днем ярким, это тебя не беспокоит, да. Если это вечером, уже это беспокоит. А если глубокой ночью, промежной тьмой, на трассе где-то, да. Эти же фары, такие же фары, тот же накал, но уже ярко. И ты уже просишь там перейти на ближний свет, чтобы не слепило тебя. Да, да. Господь, спасибо тебе за этот добрый день. Спасибо за эту возможность сегодня таким свидетельством делиться. Спасибо за твою любовь, которая объемлет всех нас сегодня, окутывает нас. Благослови, Господь, народ своим миром. Здесь, Господь, Марию, благослови Яшкаралу. Мне нравится. Царь Аллах. Ох, царский город, Царьград. Представляете? Да, Яшкар Аллах хорошо, конечно. Красный, красивый фар, красный город. Вот, но Царь Аллах мне больше нравится. Царский город, Царьград. Господь, благослови Божий. Аминь. Аминь. И спасибо, конечно, за Федора, этого царя, который здесь поверил поселение ставить. Но мы знаем, что есть ты царь царей. Аминь. И поэтому земля это не просто там царей таких-то, таких-то, прошлых, настоящих. Это земля твоя, царя царей. Аминь. Господа господствующих. Аминь. Благословенный Бог наш, благословенный Владимир наш, благословенный Спаситель наш. Благословляю эту землю. Благословляю во имя Христа Иисуса. Я не могу по-марийски благословить. Очень красиво. Мне понравилось, как сестра молилась на марийском. И, может быть, благословение священников потом, может быть, записали бы на марийском языке. Было бы очень хорошо. И я благословлю на русском языке. И благословлю на еврейском. Еврейским я бы учил только за то, что им говорил сам Мессия. Да. Тем более, что в этом благословении на оригинальном тексте еврейском, там имеется в виду очень много, очень много. разностороннее, всестороннее благословение вообще. Всего-всего. И там в одном из переводов говорится, пусть всевышний, всесильный обратит на тебя свое любящее, доброе лицо, как бы и улыбнется тебе. Ох. 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 наш и царь, сущий на небесах, да святится имя Твое, благослови народ свой миром, Ты виноградарь великий, мы Твой виноградник, лоза, растущая с неба на землю Иисус Христос, Ишуа, Хамошия, призри и благослови виноградник сей, насажденный Твоею рукою, благослови детей своих миром, своим шаломом, благослови Ошкаролу, Царь Аллах, пусть здесь действительно, да, царственный город, город царя, Твой Господь, Град, Боже, Твой народ, Твой народ, Твое благословение на всех народах по Волжьям, во имя Иисуса Христа, благослови Отец, благослови, во имя Иисуса, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами, аминь. Восприщите Господу все народы, воскликните Господу, голос и награды, аллелуйя, 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 слава Господу. Аминь, 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 аллелуйя. Слава Господу. Аллелуйя.